пойдем гулять 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 выходим выходим мои зайчики выходим елисейка пойдемте гулять мои зайчики скорее 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 поубирала дома и гуляем сейчас всем доброе утро сегодня 22 марта 2021 года налетели на космос а душа космос со мной ходил на уборку они теперь узнают почему ты ходил без нас что ты там делал без нас а у нас там еще радужка течная поэтому вот у них такая реакция особенно у елисея елисей он маленький не надо его обижать вот так все бегать гуляем гуляй мои хорошие подружки твои девчонки феодосия юля анфиса обрадовались обрадовались скажи где ты был друг наш милый как они вот привыкли быть в стае на самом деле собаки когда привыкают быть вместе когда берешь их потом отдельно они на самом деле вообще не понимают почему но мальчики понимают они идут на вязку а вот по любой другой причине они прям удивляются так смотрят зачем ты меня взяла мама а потом вот такая вот филя вот такая вот куча мала все встречают боже они они так любят друг друга не привыкают быть вместе филипп нельзя вот и поэтому вот такая вот вот такие вот дела но все все что вы к нему пристали космос скажу чтобы ко мне все пристали юля его щипает филипп доминирует сразу же ты главный конечно конечно ты елисей доминирует эй мальчишки все хватит я не разрешаю ручать давайте побежали гулять 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 сабинушка с нами тоже гуляет всем еще раз доброе утро хорошего настроения в этот начало новой недели понедельник в крыму у нас пасмурно но тепло все все налетели на малыша скажи я вам тоже сейчас дачу дам вот вот так у школьников каникулы у нас значит тоже каникулы так что мы сегодня спали подольше вот сегодня нашим нашему помету царицы и лисея исполнился один месяц будут съемочки деток кто у нас остался но и всех деток которые у нас остались предлагаются для резервирования и продажи принципе все дети у нас уже привиты первой прививкой и по крыму ненадалекие расстояния переезд уже возможен если за пределы крыма то мы ждем второй прививочки тогда тоже можно будет уже скоро переезжать все дети имеют у нас документы клуба клеймо в паху от одного папы и трех разных мамочек вот потом у нас значит случилось вчера счастье и так чтобы не запутаться кто у нас вчера елисей у нас стал папой очередной раз где он елисей вот он вот он бежит мой заяц вот родилось 4 щеночка от красавицы пусси правда один щеночек погиб в родах то есть 33 полноценных ребеночка вот поздравляем но труд и это отдельная тема у чихуа-хуа поэтому это вполне нормально что не все щенки выживают при рождении позавчера у нас позавчера у нас стал папой мажор где мажорик вот он красавица ляля родила целых пять щенков три девочки и два мальчика всех будем показывать вот то есть у нас пополняются ряды детворы все от чем я сейчас говорю эти дети родились не в моем питомнике это дети от моих кобелей вот поэтому поэтому они будут не у меня туда я буду иметь только алиментного щенка вот но показывать будем будем все всех будут показывать как только мне пришлют видео фото этих деток я буду вам показывать то есть у нас сейчас пометик растет в алуште там у нас тоже многоплодный помет 5 щеночков вот от елисея получается от елисея вуся родила вчера три щеночка у нас будет расти и растут уже и от мажорика 5 деток в общем детвора пополняется хочу напомнить что есть готовые щенки точно также от моих кобелей которые уже подросшие даже есть и 7 месяцев есть даже 11 месяцев мальчишка классный взял и бери себе готовые живи чихуашечки это мелкая порода которые прекрасно приживаются в любом возрасте к привыкают к новой семье и каких-то случаях это даже удобно брать ах ты доминант конечно ты таким образом филипп сейчас показывает что он здесь главным среди кобелей что вовсе не сексуальная наклонность как некоторые могут подумать вот у собак совсем другие отношения и так как это два мальчика особенно один старший кобель другой младше он уходил пришел и вот филипп очередной раз показывает так я здесь важный главный а ты малыш помладше меня по лестнице в самом внизу по кобели на лестнице вот поэтому вот так вот они играют вот еще могут и пометить друг друга это кобели поэтому когда вот мальчик живет семье один это совсем одна история когда это стая девочки мальчики это совсем другая история об этом можно говорить много и долго кому интересно спрашивайте сделаю отдельные видео отношений в питомнике и вообще в стае псовых это очень интересно это очень видно кто где как какое место занимается стороны это очень заметно но главной стаи собака являюсь я для них если они слушают меня мои но как бы при мне абсолютная тишина но когда собаки остаются наедине очень видно у меня есть камера в их комнате очень видно кто как над кем главенствует как взрослеет елисей например этот мальчик паинька уже начинает мужской характер у него проявляться он такой прям стал уже понял что он хочет стать альфа самцом на сегодняшний день это у нас филипп бегом 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 давайте сюда скорее скорее филичка космос до елисей мой мальчик вот вообще у нас как бы четыре кобеля все разного возраста старше у нас конечно филипп и по возрасту и по своему поведению на втором месте у нас мажор на третьем елисей но все может поменяться потому что они принципе почти одинаковые по возрасту все конечно от темперамента зависит мажору свой мажору говорю космосу всего шесть месяцев но у него уже проявляются такие знаете активные активно мальчик мужа и так скажем вот это видно по интересу в девочкам еще конечно ребенок но мальчишки уже его начинают строить драки в нашем нашей стая недопустимы конечно все должно быть под контролем бывают уже такие разгоряченные ситуации у девочек и вообще еще как и у мальчиков поэтому все должно быть под моим контролем все зависит от владельца это животные они полностью подчиняются в первую очередь мне а уже после между собой конечно отношения выстраивают как положено природой вот ну что еще хочу сказать ждите наши новые видео кому интересно подписывайтесь наш домашний питомник астропола из города симферополя крым россия вот покажемся дома уже побежим мыть лапки и будем заниматься нашими делами которые меня спрашивают у вас бывают выходные нет у меня не бывает выходных 24 на 7 как бы это не звучало так но это так потому что это живые существа это хозяйство которое нужно кормить убирать выгуливать воспитывать готовить к выставкам расти щенков с хорошей психикой с деток мы приучаем к пеленочке то есть вы щенка из нашего дома получаете полностью адаптированного ваша задача будет только все это поддержать в зависимости от возраста естественно щенка вот консультации купившую в нашем питомнике щенка получает на пожизненной основе любые вопросы если вам нужно мы решаем вместе выбору владельцев мы подходим очень строго у нас нет никаких каких-то условий стерилизовать собаку вязать не вязать мы можем только рекомендовать давать свои рекомендации вы становитесь владельцем по договору собакой собаки и ваше право решать как она будет жить но конечно с моей стороны я всегда стараюсь в зависимости от ситуации от размера собаки от ее качеств породных давать рекомендации потому что щенки бывают разные щенки у нас минички есть стандарты микро у нас нет щенков мини я считаю это около двух килограммов взрослая собака вот этот мажор весит 2 200 вот это кокушка сейчас весит 3 200 после родов девчонка поэтому визуально они не особо отличаются где вы там делись мои хорошие они все уже от меня убежали они вот они мои сладкие пойдемте пойдем пойдем будем заходить заходим вот кому интересно подписывайтесь на наш канал буду стараться делать видео по длине кому потому что просят это слишком короткие видео будут и короткие более длинные информации всегда очень много было бы время снимать видео но до новых видео до новых встреч буду заканчивать сегодня будут еще видео с детками всем всего хорошего и пока побегу